всем привет мальчики и девочки забивал сейчас я пройдусь подмету быстренько если так короче смету и принесу линолеум сюда простою блин тут угол надо подымать здесь получается короче под окном типа бугра просто блин когда плитку буш ложить придется слой вот такой ложить чтобы выровнять чтобы ровно было да и здесь принципе он весь туда уходит здесь ровно здесь уходит поддом блин капец какой-то ладно разберемся с этим я еще мордочку не умывал свою даже утро я пока пробежал всех накормил всех выпустил поделал дела посуду к перемыл быстро поставил собакам кушать варить ну и себе закину петуха пускай варится гуся немножко попозже закину тоже чтобы варился чтобы был бульон потом я буду короче чистить чё сейчас я постелю сначала там сначала подмету постелю потом почищу картошки много на картошке натушить короче с гусем вот будет круто все в общем как то вот так ладно надо мне насыпать соли кто-то все время напрягается ребята что собакам кошкам соли нельзя блин ребят вы вот взрослые люди я вот что иногда вы действительно взрослые я смотрю многие пишут там мне 60 летом 50 там блин и вы как вы себе представляете вообще еду без соли даже собаки даже собаки они тоже хотят есть вкусно также как и мы тоже такие же и ничего от этого вообще не происходит я уже до этого читал давно увидели как-то я соль тут сыпал кто-то там давай писать собакам нельзя соль не придумывайте друзья не придумывайте все это ерунда они такие же как и мы только они говорить не могут так что все это ерунда можно и даже нужно и кушают они солью без соли славишь даешь они едят я один раз прочитал того нельзя ладно хорошо я не стал сыпать соль они не хотят есть просто просто они не хотят есть и все а соль и делаешь четко соль окорочка то я не знаю что там но я вот у меня сейчас эти головы и души и петухов рубил головы пооставались и лапы вот я лапы с лапами варю ничего не покупала просто магазин еще не ездил надо купить им фаршу погода сегодня вот такая пасмурная на сегодня вроде как без осадков пасмурно без осадков я даже не знаю какая температура я не смотрел я проснулся сегодня опять в 4 утра и шараху старческий маразм не хочет достал 14 градусов вот так еще вот плитку видите тут дергал дергал блин надо ее убрать сложить ее надо аккуратно димыч кто-то димыча потерял собак потерял если я видео их не показал значит все их нету убили все живые все димыч все скажи живые вот здесь вот у меня цемент еще есть вот здесь кирпичи надо будет по убирать тут что возможно убрать выровнять и хочу потом залить сделать эту как она называется стяжку короче ну небольшую такую залить здесь все вот это дело стоять что-то сегодня смотрю что ему я уже давно на это смотрю ну блин надо как-то это замутить руками руками тяжело мотылять если честно этот цемент песок блин капец тележку свою потерял в чем у меня еще три мешка разорвали всю минвату сейчас я мешок и сложу уберу все они в минвате сейчас спят не хотят они на подушке спать уже он одеяло у меня есть это я одеяло унесу старый дом они у меня будут жить не буду я им будку делать нервы тратить доски эти сдольду досок вообще нету никаких нашел он несколько досок он лежат более-менее такие там выбрал все это ерунда надо короче старый дом их определять пускай они там живут буду там подтапливать варить на печке покушать собакам в принципе ну нормально дрова есть дров валом в доме у меня обогреватель мне его вот так вот убиться сейчас кухню утеплил у меня в тепло в кухне тепло ё-моё вообще я зашел герты чё здесь натопил их да нет вроде не топил короче вот такие вот дела еще у меня в планах есть ну не сегодня конечно надо купить еще этот пеноплекс надо будет брать уже такую потолше тройку или четверку не знаю посмотрю и сзади стенку у меня там где я хотел сделать ну где хочу сделать котельную надо стенку короче за это заделать она в пол кирпича и зимой ну она не проберзает ничего но все равно от нее тянет все равно холодно короче чувствуется вот она будет ее залепить там заделать вот но сегодня у меня ребята как вы знаете мероприятие так что сегодня у меня вот такие вот дела ладно уберу я сейчас минвату а то ну все они раскидали эту по гаражу мешки у меня есть быстренько все это дело сделаю да банда моя магоша вообще не живет ни дома не в старом доме она здесь собаками спит такая уже хозяйка хозяйка ладно смотрите дальше пойдемте соберем я из комнату я поднял в порядок сейчас яйца соберу принесу принесу линолевым постелю и надо со столом что-то делать пойду разбираться столом там одна ножка отломанная так кто тут у меня кто-то ой ой высиживают сидят давайте я тут заберу а там вы сидите он видите что творится смотрите нельзя наверх ставить ну вот эти гнезда потому что вот видите какая беда они садятся наверх и сидят и гадят сверху поэтому не надо наверх ставить а там яйца чистые а здесь вот видите проблемы какие вчера ты не собирал яйца вчера взял все суда положил наверх все сидят красотки жопами кверху это молодые уже вся молодежь сидят яички несут уже вообще нормально можно будет продавать люди покупают домашние яйца ну вот ребят смотрите гусь вот такой вот сейчас я закину его сюда в кастрюлю и поставлю его чтобы он варился пойду помог конечно сейчас тут вообще нормально зори баран е-мое жарите мясо поставлю пускай стоит варится я думаю мероприятие у нас это часа внутри будет так что смотрите вообще свой гусь ребята свой гусь вы представляете какая красотища просто капец вот это на поплавки я люблю такие поплавки если честно это меня отец еще научился что небесное еще с детства он всегда делал такие поплавки с гусиного пера я был на рыбалке насобирал но блин оставил их на дальнем востоке насобирал там ну там гусиные большие там всякие короче разные блин еще картошку надо очистить у ребят представляете картошки надо килограмм начислить или два или три не знаю посмотрим в общем все ребята петух варится гуся поставил вот мясо помыл все четенько пускай варится стоит я пойду принесу линолевым постелю ну вот так пока лежит отлеживается выровняться я потом подмету в тряпочке пробегусь протру его все чтобы можно было здесь ходить ну чё то чтобы не были бетонные полы просто что-нибудь надо сюда постелить вот так а я пойду короче достану картошку и буду чистить сейчас заниматься картофелем сходил я снова ребят пособирал орех смотрите уже ведро пол ведра отдал ведерко уже почти насобирал увидите как потихоньку потихонечку они падают я хожу их собираю крупные вот это хорошие орехи крупные орехи за целое ведро то маленькое ведерко будет все потом можно будет что-нибудь с ними делать не знаю продать или чего-нибудь ну чё-нибудь я еще наверх стали выходил наверх сходить посмотрите что там это дерево еще рано как они уже начинают резко сумму еще рано пускай падают я потом по земле лучше похожу по собираю вот мне опять проблемы со спиной опять спина болит блин карпец какой-то прям я уже так хожу ваешь маешь потихоньку надо пойти помазаться спасибо бабушке ларисе она прислала мне по мазухе там всякие там и от желудка там вообще прям огонь тух варится пускай варится я мазал ты поможешь обре вообще красота красотушечная честное слово этот питать там для спортсменов что ли что-то такое короче я помажу так блин ничего так спина прошла она греет так прям хорошо короче лес ну мази для суставов эти что-то бродят лишились вчера одного другана сегодня они бродят чё-то что банда бандейка гусы немного мы вчера считали короче у нас у меня гусы штук десять короче представляете посмотрите это грех сиделки мне чего там подсказали сиделки есть хорошие в которых надо будет пометить и оставить я хочу оставить не знаю 45 штук ну и гусака оставлю конечно вот этого тайсона который потом я его продам я так оставлю чтобы ну как бы это чтобы был а потом я его просто поменяю на другого ну либо поменяю если ну люди если кто-то согласится поменять либо я его просто продав чтобы другой это самая был другой самец вот как-то вот так ладно чё смотрите дальше дальше чё я буду делать стол но один я не занесу буду что у меня спина болит да и вон тяжелый блин капец вот приедут и потом вместе занесем стол все дальше мне осталось там порядок навести сейчас разложится там этот линолеум я подмету протру его быстренько там тряпочка красиво сделаю ну все в принципе картошку картошку сейчас пойду еще достану потушку буду чистить кастрюлю картошки начислить в общем как то вот так смотрите ребят какая приколюха черный если не нам нету на димыч я вчера еще заметил что он на него залазит а димыч лежит и не шевелится даже смотрите как он греется видите вчера там лежал залез на него сверху и все а димыч лежит пока он не слезет блин ребенок был бы он бы помогал бы вообще я даже вообще в этом нисколько не сомневаюсь он помогал бы прям блин капец воспитывал потихоньку он умный пёс очень умный жалко эти все варится петух гусь все здесь все здесь возле меня а у этих война режутся опять все на его мучает покоя ему не дает вообще сейчас он обозлится выдаст ей и более же делает вот противная ух какая против здоровее его чувствует что раздоровее его пушок такой мелкий дай ей дай филимон дай о рыжики черный реки вот так мы короче и живем ребята война у них режутся они беды в общем вот так картошки чуя начислил пол ведра я думаю хватит наверно пару люди хочу пойти короче ребятах яблок пособирать момента пару ведер яблок насобирать сейчас увезу отсюда все эти дела порядок на виду димыч за забором морет чего ты же миш я ж тебя не выгонял подлец у нас короче ветер поднял и ветер довольно таки прилично сейчас я провожу отсюда все эти поддоны все дроба но они мне здесь не нужны в общем вот увезу порядок на виду здесь чтоб порядок был ну все пока не знаю чё чё дальше 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 смотрите сходил собрал короче два ведра для крупные яблоки нашел там дерево там такое крупное это мелкие но они оба вкусные вот эти осенние яблоки они вообще прям сладкие вот это если люди приедут если кто захочет возьмет домой ну а нет я их опущу в погреб заверну их в газетку и пускай они там лежат зимой будут доставать кушать нож кому-нибудь отправлю может кто-нибудь захочет я отправлю посылочку с яблоками в общем как-то так короче как я это сделал не знаю но я это сделал я затянул сюда стол в капец какой сейчас я закреплю ножку скрутите на виду еще порядок здесь обязательно подмету и тряпочка пробегусь быстренько про то все эти дела так рыжики выходите давай выходить здесь нету ничего выходить все ваше там старом доме навел порядок ребята во дворе поубирал вообще отсюда все бочки у него все смотрю они уже жраветь начали короче все по убирал все унес доску оставил потому что возможно придется делать лавочку у меня стульев мало а здесь вот мы стреляли видите настреляли блин ема ее смотрите чё это вот стреляли когда пружина была слабая потом пружину поменяли вот видите как как отстреливает вообще нормально короче все все унес старый дом бочки унес бочки у него сюда в котельную поставил с гаража вынес кое-какие моменты там двери сюда принес поставил старый гипсокартон сюда принес тоже поставил сейчас заколочу здесь вот это дело ну опять так же с одной стороны увидите у них покушать есть чтобы потом ну не стонали те кто стонут типа кошки голодные голодными они быть не могут покушать у них есть что суда принес тоже поставил чтобы во дворе ничего не стояла погода стала сырая влажная вообще просто кошмар какой-то вот все порядок во дворе навел стол занес сейчас там наведу порядок подмету протру быстренько полы чтоб все было красиво ну еще и пойду монтировать видео все ребят на этом я закончу это видео завтра будет обязательно другое сегодня вечером что-то буду снимать буду снимать стол что накрыли как накрыли в общем все вы это увидите завтра а сегодня все я с вами прощаюсь время у меня я даже не знаю сколько 11 20 уже нормально гуся короче сварил все вот так жиры тут ё-моё сколько петух тоже сварился все это ждет своей очереди потом все эти бульоны сольем будем варить картошку на этих бульонах короче как то вот так ладно в общем стол покажу обязательно я думаю что может быть какое-нибудь видео поснимаю пока не знаю если люди согласятся сниматься без проблем я поснимаю если нет то значит нет все ребят я на этом прощаюсь с вами вот так вот у меня началось сегодня утро кто не подписался подписывайтесь на канал обязательно ставьте лайкосик не забывайте все ссылочки есть в описании по ссылочкам переходите есть инстаграм переходите в инстаграм подписывайтесь на инстаграм если надо что-то пишите пишите обязательно могу яблоко отправить но я вам сразу скажу что я отправлял на дальний восток посылку она мне обошлась 4 килограмма 4 почти короче 5 килограмм она мне обошлась тысяча 1680 короче почти две тысячи рублей поэтому сразу имейте ввиду если кому-то надо я могу отправить яблоки есть еще зимние их у еще очень много 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 поэтому могу отправить если хотите так что все на этом с вами прощаюсь всем пока не забывайте поставить лайкосик